Библейский портал экзегет.ру представляет 36 глава книги пророка Исаии Я читаю свой перевод для библейского портала экзегета Андрей Десницкий И комментирую небольшие комментарии Вот, дойдя до 36 главы, любой читатель книги Исаии говорит Ну, наконец-то что-то другое Устали уже Вот, конец 20-х, начало 30-х глав Ну, вот, у нас возникает ощущение повторов одного и того же Ассирия нападает, но это на самом деле Господь искореняет нечестие в своем народе Египет тоже есть с юга, но вы на него не надеетесь, потому что надо на Господа надеяться И это повторяется много раз в самых разных выражениях Мы отмечали, может быть, какие-то тонкости А в 36-й начинается рассказ о том, как все это работает Ну и до конца 39-й этот рассказ продолжается Речь идет о событиях конца 8-го века до нашей эры И, соответственно, вот здесь описывается некий конкретный эпизод Где, ну, надо же показать, вот до сих пор были какие-то общие слова о том, как вот Ассирия, как Египет, как Израиль Как разные люди могут по-разному воспринимать все это А как это работает? Вот это надо показать И в 36-й главе это описание начинается На 14-й год царствования Хискея, ассирийский царь Синахилип напал на иудейские крепости и захватил их Ну, все понятно, война Ближайшие к Ассирии крепости захвачены сразу А дальше поход продолжается Ассирийский царь послал из Лахиша, одна из захваченных крепостей В Иерусалим царю Хискея своего полководца Мы не очень уверены, что это название должности Может быть, это имя собственное, Раф-Шаке Но, во всяком случае, это какой-то близкий и важный человек для сирийского царя Его представитель, его командир Своего полководца с большим войском Тот остановился у водопровода, что идет от верхнего пруда по дороге к полю Белильщиков Мы толком не знаем, где это было, потому что от этого Иерусалима ничего не осталось Он был разрушен Вавилонинами, потом другой Иерусалим построен на его месте Разрушен римлянами Ну, неважно, где-то он остановился у пригородов Иерусалима И, соответственно, угрожает осадой и штурмом На встречу ему вышли Элья Ким, сын Хелькии, который был смотрителем дворца Спеццом Шевны и летописцем Йоахом, сыном Асафа Ну, то есть, встречают делегации приближенных царя Хискея Царя в Иерусалиме Как раз вот вести переговоры Вот что сказал им полководец Так и передай эти Хискея слова великого царя, царя ассирийского И на что же это ты надеешься? На войне недостаточно болтать языком Тут нужны и разум, и сила На кого это ты понадеялся, когда восстал против меня? Интересное восприятие у ассирийского царя Он считает, что все окрестные народы – это его рабы, подданные Если они не соглашаются, значит, они восстали Их надо наказать Он не завоевывает, он своих восставших вассалов наказывает Ты, кажется, оперся на надломленную тростинку, то есть на Египет Кто на него обопрется, там он сам и пропорет ладонь Ну, представляем себе тростник, он бывает достаточно острым на сломе Вот если надломленная тростинка, да, то человек берется за нее, она сламывается И вот этот вот слом, он проходит через ладонь Конечно, очень неприятная ситуация Я напомню, что Исаия как раз сам подробно рассказывал, что Египет не поможет Но у них разная, смотрите, мотивация Исаия говорит, потому что египтяне люди, а надеются на дна Господа А вот этот самый царедворец говорит, у ассирийского царя сила У него и разумные советники, и большое войско А что Египет? А Египет не помог, ты теперь один остался перед этим царем, покорись ему Вот и вопрос, сработает ли эта логика Так и бывает с теми, кто рассчитывает на фараона египетского царя Или скажешь мне, мол, мы надеемся на Господа нашего Бога А, ну да, вот ровно то, о чем говорил Исаия Учнина того, ли, чьи святили, чьи жертвенники уничтожил Хискея Потребовав от Иудеи Иерусалима поклоняться только перед этим жертвенником Здесь описана ситуация, которая действительно имела место Ну, мы знаем, что в Пятикнижении есть требование, чтобы Господу поклонялись только в одном месте И этим местом становится постепенно Иерусалим Столица Иудеи и всего Израильского царства, пока оно еще было единым Но, соответственно, нужны же какие-то культы в своих городах и прочих населенных пунктах Каждый заводит свои маленькие такие храмики, жертвенники И при царе Хискея, в синодальном периоде языке Они уничтожаются, вот ради этой централизации культа Потому что иначе размывается это единство веры Иначе, в общем, в каждом городке поклоняются своему какому-то варианту божества И этого единого народа не получается А с точки зрения ассирийцев, смотрите, Хискея истребляет жертвенники того самого Господа Ну, как ему Господь после этого ответит? Конечно, не поможет никак Лучше договорись с моим господином ассирийским царем Я, к примеру, мог бы дать себе две тысячи коней Только найдешь ли ты на них всадников? И как же ты собираешься обратиться в бегство Хоть одного из его наместников, самого незначительного в его окружении? На Египет надеешься, на его конницу и колесницу? Ведь и я не без воли Господней пришел разорять эту страну Так сказал мне Господь, ступай, разори эту страну Какой благочестивый, однако, полководец Он тоже по воле Божьей действует, почему бы и нет? Исайя сам только что говорил в предыдущих главах долго и подробно Что это вот от Господа вам наказание Что это вот Господь истребляет среди вас нечестие Ну, вот он и пришел и говорит, да, я от Господа Но смотрите, какая разница между Исайей, который говорит Не надейтесь на людей, а надейтесь на Господа И помните, что он несовместим с нечестием, с преступлением Да, если преступления творятся, то он нашлет свое какое-то вот войско Которое там будет, естественно, при этом войском некой земной державы И позиция этого царедворца, который говорит Я крутой, у меня войск, у меня много коней, я слуга великого царя Да, кстати, Господь меня послал Разница ощутимая, правда? То есть люди очень часто утверждают, что они исполняют Божью волю Вопрос в том, что они ставят на первое место Своё величие, свою мощь или эту самую Божью волю Тогда Алиаким Шевна и Иоахс сказали полководцу Пожалуйста, говори со своими рабами по-арамейски, мы тебя поймем Только не говори по-иудейски пред всеми этими людьми, что собрались на городской стене Ну, арамейский — это такой язык межнационального общения Соответственно, он, этот полководец, начинает говорить по-иудейски Так, что поняли все, кто собрался А встреча же вот у городских стен Там на стенах стоят люди, может быть, кто-то ещё даже не ушёл в город Перед угрозой осады и прислушивается Он пытается понять, как себя вести Да, вот публичная дипломатия Сегодня бы они вели диалог где-нибудь перед телекамерами Может быть, уже и в блогах, в социальных сетях Чтоб все видели Полководец на это ответил Разве мой господин послал меня передать все эти слова только твоему господину? Да нет, всему народу, который сейчас находится на стене И которому предстоит есть собственный кал и пить собственную мочу Он в таких грубых выражениях описывает ужасы осады В городе нету еды и питья, и, соответственно, приходится вот хоть что-то использовать Тогда он поднялся и возгласил в полный голос по-иудейски Видите, специально изучил язык или попросил кого-то составить ему речь Как он подготовился? Вот не говорите, что Осирия — это тупая сила, которая всех давит числом Нет, нет, он сказал, и разум, и сила, и разум в первую очередь Он начинает с пропагандистской кампании Он начинает не с того, что он там всех убивает и сжигает Начинает с того, что он на языке своих врагов объясняет им условия капитуляции Очень разумно Слушайте слова великого царя, царя осирийского Так говорит царь, пусть не обманывает вас Хискея, ведь он не может вас спасти И на Господа пусть не внушает вам Хискея напрасные надежды Мол, обязательно спасет нас Господь, ни за что не попадет этот город в руки осирийского царя Ну, ровно то, что они хотели услышать Наверняка то, что звучало в речах руководителей И там и духовных, и политических, и военных Иерусалима Не слушайте Хискея Вот что говорит вам ассирийский царь Покоритесь мне, выходите ко мне И будете каждый есть плоды собственной виноградной лозы и смоковницы Пить из собственного водоема То есть смотрите, никаких ужасов Все останется при вас Ваши наделы, ваши водоемы Все вот, ну, понятно, война, значит, начинается с того, что вырубаются деревья Потому что надо строить осадные башни Вытаптываются поля, потому что войско маршируют Водоемы, естественно, используются так, что А воды же ограниченное количество Так что там, если это запасы воды Она вся выпивается этим войсками, его скотом В общем-то, войско уйдет И там, даже если оно уйдет В общем, мало что останется для пропитания Нет-нет-нет, все будет в порядке Мы ничего не тронем Все останется при вас Все ваши припасы А потом я отведу вас в страну такую же, как ваша В страну, где много зерна и вина, ягод и плодов Ну, немножко подождетесь, поживете А потом переселитесь Ну, ничего страшного, то же самое Вообще, это практика осирийцев Потом ее много кто использовал Вплоть до XX века в Советском Союзе Переселять покоренные народы Почему? Ну, потому что народ, живущий на своей земле Он все знает на этой земле Он чувствует свою силу Он сплочен Если всех перемешать Иудеев переслать куда-нибудь там Далеко на север А в эту землю, наоборот, прислать людей издалека Они зависимы от центральной власти Они не знают местности У них нету никакого опыта общения с соседями Они подозрительны по отношению друг к другу Это вот такая большая коммунальная квартира Всех вселили, все немножко чужие Все друг друга враждебные Нужно, чтобы вот осирийский царь был арбитром Чтобы он защищал людей друг от друга Давал им пищу Потому что, ну, пока ты научишься обрабатывать другую страну Они переселяли далеко Это не то, что в соседнюю область Там и климат другой, может быть, условия иные Вот сельское хозяйство немножко иное Это все не так просто Казалось бы, с точки зрения экономической Это глупо, это упадок Это гибель многих людей при переселении И в новой местности Но с точки зрения контроля Это очень разумная мера Потому что люди ощущают себя беспомощными И там, где они борются за выживание Им не до восстаний Небы найти, что покушать, детей накормить Но он говорит А я отведу вас в страну такую же, как вашу В страну, где много зерная вина, ягод и плодов Все прекрасно Пусть не обольщает вас хиски Мол, Господь нас спасет Что, боги разных народов Сберегли они свои страны от руки ассирийского царя Где теперь боги Хамата и Арпада? Где боги Сефарваева? Может, Самарию они от меня уберегли? Это разные области, покоренные ассирийцами Самария названа последней Это ударный аргумент, козырь Самария – это столица Северного царства Израильского Ближайшие родственники иудеев Их, в общем-то, родичи И все хорошо знают о судьбе Самарии И посмотреть на Самарию Да, с Иерусалимом, наверное, будет то же самое Бог не уберег Самарию Почему убережет Иерусалим? И какой же из этих богов разных стран Уберег свою страну от моей руки? Так что же, Господь сбережет Иерусалим? Прецеденты, да Много стран, много богов А мои сирийцы круче Сдавайтесь Но все молчали и не отвечали ему ни слова Потому что царь приказал им ничего не говорить Альяким, сын Хилки Смотритель дворца Спеццом Шевна Летописцем Юахом, сыном Асафа Пришли к царю в разорванных одеждах Знак траура, печали, ужаса И пересказали ему слова того полководца Интересно, даже есть такой эмористический момент Царь последним из всего народа Узнает, собственно, дипломатические предложения А сирийца Потому что народ стоит на стенах Ну, конечно, не все стоят Но наверняка все услышат в пересказе сразу Царю должна пересказать официальная делегация И, в общем, а сирийцы уже почти выиграли эту осаду Даже не начав ее Они объяснили иерусалимлянам Почему им надо немедленно сдаться Что в случае сдачи все будет Ну, прямо вот Вот как будто не было войны А если нет, то все будут разрушены Города, будут уничтожены люди Что остается делать? Вот где нужен человек вроде Исаии Вот пока этого нет, можно рассчитывать Мы там с Египтом договоримся Мы там построим хорошее обронительное сооружение Там, может быть, а сирийцы не пойдут на нас Вот пока не приперло, можно обсуждать Всякие геополитические расклады Когда приперло, когда стоит вражеское войско у ворот И объясняет условия капитуляции Вот тогда, наверное, должно быть что-то связанное с высшими силами И как это будет происходить, 37 глава нам расскажет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!